Продолжаем выпуск. Сестры из Тверской области стали призерами Международной детской и юношеской премии «Экология дела каждого». Это большой успех, учитывая, что в нем участвовали представители не только многих регионов России, но и ряда зарубежных государств. Наша съемочная группа посетила церемонию награждения. Международная детская и юношеская премия «Экология дела каждого» проводилась Федеральным Росприроднадзором уже во второй раз. На рассмотрение жюри поступило 45,5 тысяч работ из России и целого ряда зарубежных стран. Более 300 заявок пришло из Тверской области. Это в несколько раз больше, чем год назад, что не может не радовать. Не безразлично в таком раннем возрасте становится экологической повесткой даже для детей вот такого возраста. Потому что формировать в этом возрасте мы получаем будущий менталитет и отношения к бережной природе, когда ребенок уже будет осознанно об этом не только думать на уровне таких вот конкурсов, таких вот работ, которые они присылают, а уже по-взрослому. Среди лауреатов есть и представители нашей области. Церемония награждения прошла в информационно-библиотечном центре ТВГУ, профессор которого Наталья Сердитова отметила важность такой акции. Будущее зависит от каждого из нас. Мы все с вами прекрасно знаем, что все антропогенные проблемы, они к большому сожалению так и называются, вызваны человеком. И теперь наша задача заключается в том, чтобы все это исправить. Тверичанки Ульяна и Александр Семеновы прислали видеоролик «Осознанный шоппинг – это модно и классно». В нем они призывают покупать одежду из переработанных материалов и уже отлично знают, как ее опознать на вежелке или полке магазина. Вместо простого чека там будет висеть бумажка, где будет написано, сколько процентов в этой вещи сделано из переработанных материалов. Вы о вашем «Одноклассике» уже рассказали, что есть такая вещь, оказывается, многие, или может быть даже по следу вашему примеру говорят, а мы тоже такие покупаем. Да, мы рассказали. Они с нами согласны, и они тоже участвовали в этом конкурсе. И они сделали не про одежду, но у них тоже были очень интересные работы про экологию. Разумные отношения к природным ресурсам – это важнейшая часть экологического воспитания, убеждены в региональном правительстве. Осознанно экономить и заботиться обо всем, что вас окружает. О своем любимом городе, о своем крае, о своей стране. Давайте немножко думать, что мы делаем, что мы покупаем и что мы используем. Таким образом, можно надеяться, что в следующем поколении жителей России будет намного больше тех, кто перед очередной покупкой задумается, а нужна ли ему данная вещь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!